Пришли немножечко на свой райончик центральный погулять, прежде чем забрать младшего сына с садика по дороге. Сегодня мы со старшим сыном вдвоем пошли. Средний остался дома. Здесь у нас все учреждения, самые основные, самые главные торговые центры. А здесь спереди у нас родхаус, вот это вот здание. Сейчас подхожу поближе, чтобы показать вам наш родхаус. Вот такой он, в принципе, небольшой, но очень красивый. Здесь обычно фоткаются молодожены, постоянно здесь свадьбы. Немножечко покажу улочки нашего Хамбурга. Здесь больница. Здесь у нас археологический музей спереди. Здесь садик, игровая площадка от садика. В этот садик ходил наш Ричи, старший сын когда-то, да? Абулзил, я не хочу. В ясельке, когда маленький совсем был. Нам не понравился садик, перевели в другой, в который сейчас мы идем, в который уже и в средний отходил, и младший ходит. Хоть и далековато теперь от дома, в котором мы теперь живем, но садик неплохой, поэтому пускай уже будут до конца. Зашли по дороге в магазин, и Доминик, как всегда, что-нибудь себе выберет. Выбрал две машинки от Hot Wheels. А до этого истерик у меня закатил, как всегда у нас, весело. Пришлось соглашаться на две машинки, да? Я говорю ему одну выбирай, нет, две. Ну как с ним поспоришь? Вот, мы уже на своей улице. Уже почти дома. Две посылочки на мое имя. Пока я ходила за сыном в садик, муж принял от почтальона эти посылочки и оставил мне, чтобы я вместе с вами показала, что в этих посылочках. В общем, давайте распаковывать. Но, кстати, забыла сказать одну. Он все-таки распаковал, которая была на его имя, поэтому он ее распаковал. И он, оказывается, заказывал мне вот такую вот сумочку под ключи под нашу машину в Chevrolet. Покупал он вещи, поэтому постараюсь вам поставить ссылочку в описании у себя под видео. Спрошу у мужа, под какой ссылочке он покупал. Итак, в большой посылочке у нас лежала джинсовая курточка, а в маленькой вот такая вот штукенция. Кто догадается, что это? Сейчас вытащу и покажу вам поближе волчонка. Вот такой вот волчонок. Наверное, многие уже догадались, что это. Это для книжек закладочка такая. Видите, какая у нее толщина тоненькая. У продавца был огромный выбор разных животных. Хотелось, конечно, все за раз. Так, но для начала выбрала вот такого волчонка. Сейчас вот первую попавшуюся у детей взяла книгу. И, например, я не знаю, давайте вот сюда его всуним. Так, закладочка. Вот так вот закладочка выглядит. Книжка, правда, уже у нас старенькая. Детям читаю на ночь иногда. Они у меня просят книги, сказки. И на немецком, и на русском. Поэтому иногда нужна закладка, чтобы знать, где я закончила. Потому что бывают рассказы слишком большие, что за одну ночь, за один вечер я не успеваю все прочитать. Или нет желания настолько много. И вот. Вот такая закладочка, сумку оставлю. И давайте последняя, это джинсовочка. Вот, сразу решила померить эту джинсовую курточку. Она идет с вот таким вот оригинальным ремешком и с джинсовой сумочкой. Я не знаю, можно сюда и телефон, наверное, и портмоне ложить. Или, я не знаю, что еще можно сюда ложить. Что-нибудь придумать можно. На заклепочках вся. И что еще самое интересное, у нее сзади тоже заклепочки есть. По-моему, три заклепочки. Их можно расстегнуть и носить более оригинально. А она широкая. Вот так вот теперь выглядит сумочка под ключи. под автомобильный ключ. В общем, довольна я. Спасибо моему мужу. Вот. А была у меня сумочка вот такая. Старенькая, уже видите, потертая, Деллу. Это мужа, отец работает в этой фирме. И вот он нам одно время нас позакидывал такими вот сумочками под ключи. В общем-то, она хорошо мне прослужила. Кожаная, натуральная кожа. Но это я не думаю, конечно, что натуральная. Смотрите.